Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас видео вопрос-ответ. Вопросов очень много, постараемся разобрать самые интересные. Привет! Почему решила завести эту рубрику? Потому что очень много вопросов поступает в личку, в инстаграм, в контакт, в социальной сети. Я не успеваю физически всем ответить. Девчонки, я и так отвечаю вам на каждый комментарий в YouTube. Ну, по крайней мере, который YouTube мне присылать, потому что некоторые комментарии он банит, я еще не успеваю их посмотреть. На каждый. Еще отвечать на сообщения все в соцсетях, но это просто физически нереально, поэтому с вами периодически будем такие рубрики устраивать и все самые интересные вопросы разбирать. И в инстаграм, возможно, раз в недельку где-то будем с вами тоже делать рубрику вопрос-ответ. Вы будете задавать свои вопросы, я буду на них отвечать. Давайте начнем с первого вопроса. Буквально сегодня в инстаграм девочка написала, посоветуйте хорошие румяна Фоберлик. Румяна-шарики я бы взяла на вашем месте. Румяна-шарики. Так, и теперь из YouTube все вопросы буду почитать по порядку. Кто по профессии и в какой сфере работаете? Я медик. По профессии медик, массажист и психолог. У меня три образования, но больше 15 лет уже работаю я в медицине. Так, здравствуйте, узнают ли вас на улице города, где живете? Если да, это Виктория задает вопрос. Первый тоже от Виктории был. Если да, как вы к этому относитесь? Виктория, да, у меня не настолько популярный канал, всего лишь 15 тысяч подписчиков, чтобы меня уже узнавали на улице. Нет, такого не было. Ну, знаете, вот дети во дворе, где мы живем, да, они там перешептываются, там, вот она там, блогер, у нее там столько подписчиков, туда-сюда, не более. Нет еще такой популярности, чтобы узнавали на улице. Так, Татьяна Тата. Светлана почитала комменты, решила, что все же написано. Очень интересно было бы послушать про любимые ароматы. Любимые ароматы. Девчонки, я не могу прям какой-то аромат определенный выделить и сказать, что вот я его частенько беру или повторяю. Нет такого. Ну, хотя, единственный аромат, который я повторяла несколько раз, это Инкадесенс Эйвен. Классический. А так, я меломан. Вот понюхала, понравился, купила. Нет такого вот. То, что тем, чем пользуюсь сейчас, это Молекула и Фраше. Гарден Патти, по-моему. И от Эйвен стоит Саммер Уайт, который оранжевый с березой. Вот это вот в ходу сейчас вот эти вот три парфюма. А так, нет у меня любимых, на самом деле, чтобы я сказала, вот мне вот этот очень сильно нравится, я возьму такой же второй флакон. Нет, как-то все быстро приедается, хочется все время чего-нибудь новенького. Потестируешь, попробуешь, понравилось, как бы и пользуешься. Поэтому про ароматы вот так, девчонки. Так, дальше. Инесса, Светлана, добрый день, расскажите, пожалуйста, о своем похудении, удалось ли в сентябре и дальше похудеть. Помню, мы собирались. Расскажите о питании, какие продукты из Фаберлика использовали, супы, коктейли, понравилось ли, был ли эффект. Спасибо, с Новым годом. С Новым годом. Здесь вопрос немножко затянулся, потом расскажу, почему, немного позже. Но на самом деле, да, здесь дело совершенно не в питании, не в БАДах. Если вы не будете правильно питаться, вам никакое специальное питание не поможет, ни БАДы, ничего. Здесь нужно просто настроиться и правильно питаться. То есть исключить жирное, исключить жареное. Ну, хлеб, в принципе, кусочек хлеба, ничего страшного. У меня был марафон по похудению ВКонтакте в прошлом году. И готовили мы вместе блюда. У меня есть и на канале плейлист с рецептами. Вот там очень вкусные, интересные блюда, которые можно есть на ПП. То есть которые можно кушать и худеть. Так они иначе и ничто другое не поможет. Супы – это очень и коктейли, хорошее подспорье, когда лень готовить. Потому что если у тебя семья, ты, естественно, не будешь всю семью кормить правильным питанием. Приходится готовить и себе отдельно, и им отдельно. А лень. И вот на эти случаи у нас есть питание не чаев, да, и супы, и коктейли. Да, это очень здорово на самом деле, что есть такие продукты. Потому что когда лень готовит, пошел себе развел там супчик, коктейль, покушал, перекусил, все нормально. Вот только на этот случай. Ну и составы там хорошие, конечно, во время ПП не всегда получается обогащать свой рацион фруктами. Там какой-то рыбы красной, да, готовить ее отдельно. Но такой вот, чтобы все витамины и минералы поступали. А в супах, коктейлях большой витаминно-минеральный комплекс, богатый такой. Вот это тоже важно. Так, дальше. Какие ваши самые любимые три парфюма? Ну вот про три парфюма я уже сказала. Слышала хорошие отзывы об архангельской косметике. Snowman спрашивает сайт, у них свой есть. Я не знаю никакой архангельской косметики, если честно. Что обозначает тату на груди, ее история появления. Тату мы с вами вместе делали летом, есть видео. Здесь просто написано love. Такое вот сердечко, такая маленькая, миленькая, не всегда всем видна и доступна. Дело в том, что я выиграла в конкурсе тату. Выиграла в конкурсе тату, участвовала в инстаграм и выиграла. И на выбор бесплатно могла себе сделать мини-тату. Я выбрала именно вот эту, именно на этом месте. И вот она у меня с тех пор здесь. Летом это еще дело было. И видео где-то есть, я вам все про это рассказывала, показывала. Поэтому никакой особенной истории у нее нет. Просто захотелось. Я решила, что я выиграю в этом конкурсе. Мне захотелось, и я в нем выиграла. И вот с тех пор у меня есть тату. Так, дальше. Фавориты Фаберлик. Все-все, и уход, и косметика, все для дома, чем пользуетесь. Было бы очень интересно. А фавориты Фаберлик, девчонки, видео вот было. Топ любимых продуктов Фаберлик. Так, вот это и есть мои фавориты. Перед Новым годом, 31 числа видео вышло, да? Вот это и есть мои фавориты. Так, тут ответ. Да, вот девочка ответила, как раз есть на канале у нее видео. Так, Светлана, у меня один вопрос. Почему на фото у вас вытянутое лицо и постоянно лицо криво? У вас есть рабочая сторона лица, но не то, что рабочая, но все равно стараешься на фото, вы имеете в виду, на заставке, но все равно стараешься как-то сесть и красиво вот так вот сесть и сделать заставочку естественно. Могу иногда и прямо могу с этой стороны, с этой в принципе нет, рабочей нету, без разницы с какой. Так, Натали, как предпочитаешь проводить выходные отпуск, где была кроме своего города, где бы хотела побывать? Хотела побывать везде, но путешествовать, как мы знаем, дорого. А так мы каждый год уже много лет, несколько лет ездим в Абхазию, мне там очень нравится. Мне нравится их климат, мне нравятся их пальмы, которые кругом, мне нравится, что на пляжах мало народу, и они бывают пустынные даже, это очень круто. Мне нравится их безумно чистое море, приветливые гостеприимные люди, все мне там нравится. Мы ездим уже в одно и то же место много-много лет, а так была и в Сочи, и в Лазарево, но в России, за границей нет, даже нет загранпаспорта, потому что как-то стрёмно летать, если честно. Может быть, когда-нибудь, но вообще не хочу. У нас и в нашей стране полно замечательных мест, которые хотелось бы очень объездить. Вот и отпуск, кстати, там предпочитаю в Абхазии, конечно, проводить. А по выходным гуляем, ходим в парк. Вот сейчас видео досниму и поедем в наш центральный парк, может быть, кусочек вам сниму, потому что девчонки просили показать достопримечательности нашего города. Поедем, заедем, прогуляемся в центральном парке, посмотрим, что там сейчас хорошего. Так, Светочка, расскажи, это Елена спрашивает, какие твои любимые ароматы в Фаберлике? Вообще, какие ароматы в любимчиках? Новый аромат Элисар понравился. Ну, знаете, как-то вот он по настроению тоже. Иногда он мне какой-то освежитель воздуха напоминает, а иногда прям нравится, и рука к нему тянется. Я про Элисар имею в виду. Фаберлик мне нравится сейчас бьюти-кафе Каприз. Буду брать, наверное, по Фаберлик лайк или в этом или в следующем каталоге. И аромат, единственный аромат, который я добила, это Офиерик и Монсуэли, оранжевый. Нравится, прям вот нравится. Я его добила, наверное, за месяца полтора-два. Это так быстро было вообще. Вот в Фаберлике мне вот этот аромат очень нравится. А так тогда в обзоре каталога, скоро он будет, я вам расскажу конкретнее про аромат, о том мы с вами все время пролистываем, какие вот именно у меня фаворитах. Так, Наталья. Привет, Светлана, с Новым Годом. Так, как выглядит твой идеальный день? Вопрос такой, правда, философский. Идеальный день. Проснуться не слишком рано, чтобы тебя никто не будил. Поваляться еще в кровати, вкусный завтрак. Позаниматься делами насущными по дому. И потом, возможно, съездить куда-нибудь погулять. Может увидеться с друзьями даже. Ну, в принципе, все. Вечер может быть любимый фильм. Идеальный день. Мне как-то сильно много не надо. По торговым центрам скитаться я не люблю. Все время блокируется. Так, следующий вопрос. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, интуиция. Если она у тебя когда-либо выручала или подвела. Да, у меня сильно развита интуиция. Я много чего в жизни чувствую. И, как сказать, подвела или выручила. Ну, скорее выручила, конечно, да, выручает. Нет таких прям конкретных случаев. Но вот по жизни, перед тем, как что-то случится, у меня бывает такое вот, что я чувствую, что что-то вот произойдет. И это вот, знаете, какое-то такое ощущение где-то здесь внизу живота. И беспокойство какое-то бывает. Но вот прям конкретные случаи, что там, допустим, я почувствовала, что мне не надо выходить из дома и не вышла. И там случилась катастрофа. Нет, такого конкретно не было. Что поднимает тебе настроение? Или даже так, от чего ты можешь хохотать? Хохотать я могу от всего. Я хохотун вообще великий просто. Я люблю смеяться. И человек по жизни веселый поднимает мне настроение. Не знаю, семья, ребенок, когда дома, все хорошо. Ребенок, когда похохотать вместе с ней, мы можем вообще на любые темы. Фильмы, классные комедии, обожаю. Такие вот в стиле американских, как можно тупее, тоже похохотать вообще здорово. Правда, таких мало, хороших, но не есть. Разыграть кого-нибудь. Ну, что-то такое, наверное. Помимо YouTube, где работать? Работаю в медицине, в больнице скорой помощи. Елена Светлана, здравствуйте. У меня тоже вопросы. Пробовали патчи от Фаберлик или других компаний? Что скажете о них? С Новым годом. Здравствуйте, Елена. Я не пробовала патчи от Фаберлик. Пробовала много корейских различных и некорейских. Ну, что я могу сказать? Я никакого там вау-эффекта не вижу. И как бы особенно проблем нету таких, которые надо исправлять. Сильных синяков, припухлости или морщин возле глаз. Не знаю, патчах вообще об этих двоякое мнение. Потому что мало кто, наложив их правильно, ляжет полежать. А если вы их наложили, да, под глазки, и ходите что-то делать, мне кажется, от них может быть только вред. Растянется кожа под глазами, да? И может быть еще хуже ситуация. Наверняка много хороших. Наверняка и Фаберлик неплохие. Когда закончатся у меня пункты хотелок по программе Фаберлик Лайк, я и патчи, возможно, возьму с вами вместе. Протестируем. Посмотрим, насколько они хороши. Надо пробовать. Нет, мне кажется, проще взять какой-нибудь хороший действенный крем для кожи вокруг глаз, нежели все время применять патчи. Если есть, конечно, припухлости и синяки под глазами, то тоже есть смысл хранить их в холодильнике и холодными прикладывать. Но также можно замораживать разные полезные кубики льда в морозилке. Допустим, с ромашечкой, еще с какими-то травками, с морковным соком классный тоже для улучшения цвета лица. Я раньше часто очень замораживала кубики различные, протирала лицо по утрам. Испадают сразу все отеки и свежий вид. Так, про патчи. Так, 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 так. Елена Светлана, расскажите, пожалуйста, как правильно подобрать крема для сухой кожи из Фаберли? Какие ароматы Эйвон более интересные? Про ароматы Эйвон уже было видео, я рассказывала, какие мне нравятся, и показывала их. Подобрать для сухой кожи. Для сухой кожи нам нужно питание на день, увлажнение на ночь. Вот и смотрим. В варю очень хороший такой мощный питательный крем. Тем более сейчас мороз на улице. Сухой кожи надо на день питания, а на ночь увлажнение. Вот и подбираем по потребностям. И опять же еще, если есть возрастные изменения, то и тут смотрим. Мне очень понравился Эксперт с ретинолом. Для сухой кожи прекрасно подойдет. Хотя и мне сейчас для моей нормальной он вообще замечательно подошел. Попробуйте с ретинолом. Очень здорово. На день крем, на ночь сыворотку вообще изумительно. Еще сухую кожу нужно хорошо очищать, чтобы все шелушения, если они у вас есть, сходили с вашего лица. Кислоты тоже для сухой кожи, но аккуратно. Если она у вас нечистительная, то можно спокойно. Кислоты, которые отшелушивают омертвевшие частички, а потом напитываем, увлажняем кожу, и все будет нормально. Сухую кожу всегда, мне кажется, гораздо проще привести в нормальную, нежели жирную. Так. Татьяна Столь-Тук-Тук. Как и почему быстро завоевать сердца подписчиков? Я не знаю, девчонки, как быстро завоевать сердца подписчиков. Это вопрос такой. Делать то, что ты умеешь, и все. Что-то вот специально нет, не получится. Просто делать то, что ты умеешь, быть полезной, быть честной. Мне кажется, это очень важно. Эти два пункта, если соблюдать. Но и интересный, понимаете, потому что много каналов, которые начинают и бросают, потому что не то. Не увеличивается количество подписчиков, и как бы смысла в этой работе уже нет. Получается, ты не интересен, да? То ли ты выбрал не тот метод работы, то ли ты сам не интересен. Ну, бывает и такое, ну, что сказать. Так. Поддержка. Поддержка, конечно, да. Я вот, Татьяна, на каждый комментарий всегда отвечаю, и мне это интересно на самом деле. Мне это действительно интересно пообщаться, потому что я очень многого набираюсь от вас. Ваши комментарии, советы иногда просто бесценны и полезны. И надеюсь, что и я чем-то полезна вам. Так. Плюс искренности, кайф от блога, да, все правильно. Мысли, раздумья, правила. Правил никаких нету, Тань. Никаких абсолютно правил нету. Я не знаю, я ни у кого не училась, нигде не училась. Да, вот тут был еще где-то вопрос про Ютуб. Я вообще Ютуб не смотрела никогда, у меня смотрела его дочь, да? И начала ей снимать исключительно для того, что пошла в Фаберлик. Только для этого. Я никогда не думала, что есть в Фаберлике монетизация, что есть возможность с какого-то заработка получить какую-то косметику бесплатную или еще что-то. Я этого вообще не знала, когда я начинала снимать. У меня цель была развиться именно в Фаберлик. Потом, когда я поняла, что мне нравится это, на самом деле, мне очень это нравится, мне нравится доносить правду, скажем так, честные отзывы оставлять. И я поняла, что Ютуб – это классная платформа для развития именно в плане личности, в плане дохода. То, конечно, да, Фаберлик у меня уже отошел на 10-20 план. И на первый Ютуб и уже не первый год я стабильно снимаю, выкладываю вам видео через день. Так, вот о вопросе, почему Ютуб и как в Ютуб. Ютуб вот благодаря Фаберлик, как бы, да? Добрый день, Слан, с Новым годом. С Новым годом. Кем хотели бы стать и кто вы сейчас? Мне кажется, я ничего не хотела бы менять, потому что я обожаю медицину, я медик, я ее очень люблю. Я хожу на работу всегда с радостью. Я считаю, что я счастливый человек и блогерство. Прийти в 35 лет в блогерство и получать от этого кайфа – это тоже круто. Это прям, я чувствую, мое, мне очень нравится, то, чем я занимаюсь, в принципе. И я ничего не хочу менять и не хотела бы никем другим стать, на самом деле. Кто у Пагроскопа? Пагроскопа Водолей и Бык. Вот мой год будет сейчас. Как называется ваша стрижка? Очень нравится. Боккаре. Так, Кэт, Слан, с наступившим Новым годом. Здоровья, счастья, любви и улыб. Хотела бы услышать о крымской косметике, а также рейтинг самых любимых масок для лица. Про маски видео есть. Отдельная крымская косметика. Это какая? Я не знаю, может, название написали бы хотя бы. Вы принимаете какие-нибудь витамины? Да, принимаю витамин Е сейчас. Почему волосы стали лучше? Девчонки спрашивали, качество волос заметно улучшилось. Витамин Е. По 200 миллиграммам, одну капсулу раз в день. Что повлияло создать свой канал? Вот как раз-таки Фаберлик. Повлиял создать канал. Начала, не понимая вообще, что делать, как делать. Вот просто начала и все. Ни у кого не училась, никого не смотрела. Сама начала, и вот как начала, так и есть. Так, а что это у вас за помада на губах? Так красиво сочетается с кофточкой. Это на фотографии с постом. Там, по-моему, никакой помады нет, если я не ошибаюсь. У меня татуаж на губах. Так, дальше. Светлана, подскажите, а будете ли вы делать в ближайшее время обзор на уходовую косметику брендов масс-маркет и люкс? Спасибо. Так, Ира. Масс-маркет обязательно, однозначно. Вот уже видео было предыдущее про косметику Эвелина. Естественно, масс-маркет будут еще как. Вообще, будет скоро много нового. Одна очень интересная новая рубрика. Такого еще на моем канале не было. Надеюсь, вам понравится. Чуть попозже об этом. А люкс? Ну, люкс мне уже приходил. Мы его с вами обозревали. Рассылка была. А так, покупать за свои деньги люкс нет. Скорее всего, нет. Потому что меня вполне устраивает и бюджетная косметика. Она здорово работает. Здравствуйте, Светлана Татьяна пишет. Очень люблю смотреть ваши виды. Подскажите, пожалуйста, крем для нависшего века. Спасибо большое. Для нависшего века... Зачем вам крем для нависшего века какой-то специальный? Века нависшее, оно от природы. Оно у вас есть для нависшее, оно и будет нависшее. Вы эту ситуацию не исправите. Одно дело, если оно у вас нависло в процессе каких-то возрастных изменений, то здесь мало что может помочь. Могу посоветовать только массаж. Массаж, возрастной крем, работающий по отзывам, смотреть, какой нравится. И делать массаж. Массаж для век, массаж для всего лица, подтягивающий, чтобы мышцы наши лица тоже работали, не забывали о том, что им надо работать, им нужно держать наше лицо на месте, чтобы оно никуда не опускалось. А если оно у вас от природы нависшее, то здесь уже ничего не поможет. Никак. Так, Сноуман, здравствуй, Светлана. Новый год по телевизору показывает самые разные передачи. Какие вы смотрите? По-моему, Квадрирник. Самое интересное развлечение. Не знаю, что такое квартирник, на самом деле. Передачу удается посмотреть редко, на самом деле, на самом деле. А так, фильмы какие-нибудь, типа «Один дома», если показывают по телевизору сейчас «Гарри Поттер», а передачи нет. И вообще особенно некогда, на самом деле. Телевизор как-то уже давно ушел на второй план. Маски для волос. Маски для волос. Я не знаю. Прям какую-нибудь сильно-сильно питательную. Для чего? Какую маску для волос? Для чего она вам нужна? Посоветуйте тоник для лица из Фаберлик или Эйвен для жирной кожи. Каким тоником сами пользуетесь? Разным. Сейчас пользуюсь Фаберлик Софнер Биоглоу и довольный и счастлив он с витамином С. Для жирной кожи у Эйвен тоник убрали с пудрой. Остались тоники Клиар Скин, которые с большим количеством спирта и вызовут еще больше выделения себума. Поэтому у Эйвен не посоветую. Фаберлик NFW без спирта. Тоник. Очень хорошо очищает и подходит как раз для решения проблем жирной кожи. А так, в принципе, все тоники Фаберлик. Жирности никакой у меня не вызывали. Липкости сейчас подходят все. Попробуйте из линейки NFW. Так, с Новым Годом. Желаю успехов. Спасибо. Здравствуйте, Светлана. Пишет, с Новым Годом. Планируйте ли в этом году зарегистрироваться в Арифлейм? Хочется вместе с вами начать тестировать? Планировала. Но я не буду ничего обещать, девчонки. Все по порядку. Пока есть немножко другие планы, немножко другой контент. С наступившим Новым Годом. В каком городе живете? Пишет, ник. В Туле. Я живу в Туле. Люба, Света, мне кажется, вы похудели. Если да, то как и насколько? Ненасильно много, а как? Ну, правильно питание, не иначе. На ночь не кушайте. Все тут истина проста. Маша, здравствуйте. Будет ли розыгрыш для Казахстана? Маш, скорее всего, нет. Будет розыгрыш опять только для России, потому что сейчас многие границы закрыты. Закрыты с Азербайджаном, знаю точно. Еще какие-то закрыты. Поэтому я не могу сделать, допустим, там отдельно для России и Казахстана. Тогда другие девчонки обидятся. Сейчас будет розыгрыш для России. И когда уже кончится у нас вся эта хрень с пандемией, тогда уже сделаем розыгрыши для ближнего зарубежья в том числе. Иришка пишет, что выберешь, почитать книгу или посмотреть фильм? Почитать книгу. Я очень люблю читать книги, не читаю в телефоне, потому что печатные книги у нас тоже нынче дорогие, а читать я люблю. Я могу книгу прям за несколько дней. Я скачиваю на сайте Хлебуста, там бесплатно можно скачать любую книжку и читаю с превеликим удовольствием. Какие жанры предпочитаешь? Любимые фильмы, книги, сериалы. Жанры книги, комедии либо ужасы. Про вампиров мне одно время нравилось. В подростковом возрасте перечитала всего абсолютно вдоль и поперек кинга. Психологией увлекалась, сейчас уже нет. Хочется что-то такое захватывающее, чтобы книга захватывала. Просто так читать не буду. Если не понравилось, сразу закрою, скачаю другую. Комедии и ужасы в плане книг и в плане фильмов. Ирина Слана, здравствуй, Новый год. Счастье вашей семье. Вопрос следующий. Как давно появился ваш канал? Как быстро он вырос? Мой канал появился где-то 2 года назад. Может чуть-чуть, там 2 и месяц. Вот так. Как быстро он вырос? Ну вот, смотрите, за 2 года 15 тысяч подписчиков. Самое сложное это выйти на тот уровень, где YouTube тебя будет рекомендовать зрителям. Потому что пока до 1000 точно ты снимаешь вслепую, тебя никто практически не видит. У тебя мало зрителей. Он просто тебя не будет рекомендовать, пока ты не добьешься каких-то успехов. Поэтому первый год это вот 1000 и чуть-чуть больше. А вот за второй год уже, наверное, я набрала, если в месяц по 1000, ну как раз за второй год 10-12 подписчиков набралось. То есть как-то уже, когда у тебя много подписчиков, на тебя и подписываются больше, да? А когда у тебя их мало, ну думаю, то мало, зачем подписываться, как бы, да? Наверное, ее не смотрят, не любят. Ну, YouTube не рекомендует. YouTube будет рекомендовать, когда у тебя более-менее какие-то результаты. Поэтому первая ступень самая такая длительная и тяжелая. Так, вы вот пользуетесь разными скрабами. И как ваша кожа не травмируется? У меня сразу появляются покраснения и долго не уходит. Кожа разная у меня, она такая вот, она любит жесткий уход и жесткое скрабирование, она это любит, да? А есть кожа чувствительная, тонкая, которая сразу появляются какие-то покраснения, да, как у вас. Поэтому мы все разные. Елена, здравствуйте. Как перейти к другому в команду? Регистрировалась, распределили автоматически, я так понимаю, Фаберлик, но мне нравится, но мне не нравится информация, никакой не получаю. Но здесь как бы только два пути, либо ждать сколько, 9 месяцев или больше даже, когда ваш аккаунт удалят, либо регистрироваться на родственника, туда, куда вы хотите, да, кому вы хотите. На маму, на папу, на брата, на мужа, на дочь и так далее. То есть новый номер телефона нужен, новый адрес электронной почты. Я новичок Фаберлик, Маришка пишет. Какие три ваших любимых средства из каталога вы бы посоветовали попробовать? Какой аромат любите больше всего Фаберлик? Расскажите о вашей семье, если не секрет. Семья у меня муж, ребенок, кошка, кот. Аромат Фаберлика сказала уже Феррика Мансуэли. Три любимых средства из каталога выделить не могу. Три не могу выделить, девчонки. Вот 25 я или выделила. Вот про любимчики тоже видео было. Светлана, такой вопросик. Сколько вы в браке с мужем в этом году? 11 лет. Где ваш избранный работает? Ну, этот вопрос мы отставим. И подскажите в ближайшее время на фото. И покажете ли его в ближайшее время на фото или видео. Слушайте, если найду в телефоне совместную фотку, я вам вставлю сюда. Так. И самое главное. Секрет брачных отношений. Ой. Мне кажется, никаких секретов нет. Либо любите друг друга, либо вы не любите. И все. Терпение, понимание, поддержка. Совместное увлечение. Мне кажется, это очень важно. Ну и все, в принципе. Какой-то там секрет я выделить не могу. Потому что в любой абсолютно семье, в любых отношениях все равно бывают ссоры, бывают какие-то разногласия и так далее. Нужно просто понимать, с чем вы готовы мириться, а с чем вы не готовы. Если действительно вы не готовы, и вас это будет раздражать и дальше, то значит, ну нет. Не будет счастливых отношений. А если готовы, то значит нужно примириться. И еще важный пункт, которому стараюсь тоже следовать. Если ты не можешь изменить ситуацию, отпусти ее. То есть вот прокрутили в голове, вот случилась такая ситуация, да, ну и что, ну и плохо там. Но я не могу ее изменить. Но в любом случае там это уже либо случилось, либо вообще в принципе это невозможно изменить. Значит ее нужно принять, на нее посмотреть с другой стороны. Это очень тяжело на самом деле. Но когда научишься вот так смотреть на жизнь, на проблемы, гораздо легче становится на самом деле. Так, опять вопрос куда-то улетел. Сейчас найдем. Так, 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 так. Потребителям подарки не приходят. Как я могу воспользоваться 70% скидкой на один продукт? Ну тут девчонки, по-моему, уже накидали ответов. Это, кстати, последний вопрос. Накидали ответов. 70% в программе Фаберлик лайк у вас будет только тогда, когда вы сделали два каталога подряд заказа и оплатили их в период этого же каталога. Ошибка многих девчонок, консультантов, даже моих. Ой, почему не по стартовой не прохожу, вроде все сделала. Ой, почему Фаберлик лайк не прохожу. Девчонки, нужно оплачивать заказ в период действия каталога. Был каталог до, вот сейчас, до 11 января. Значит, вы должны сделать заказ до 11 января и оплатить его до 11 января обязательно. Если вы оплатили его в следующем периоде, все, он уже считается заказом следующего периода. У вас вот этот вот, 19 у нас сейчас каталог, да, остался голым, все получается, без заказа. Хоть вы и сделали в нем заказ, но вы его не оплатили. Поэтому только так. Так, по-моему, все, девчонки, вот так быстренько мы с вами разобрали все вопросы. Если они у вас еще остались, сделаем в ближайшее время еще такое видео. Надеюсь, вам было интересно. Можете писать оставшиеся вопросы под видео в комментариях. С удовольствием на них отвечаю. Ну, а я с вами прощаюсь. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok